что такое герой героизм мы не раз слышали это понятие но что на самом деле означают эти слова это воин отдавший свою жизнь при защите родины или ветеран увенчанный орденами и медалями а может это поэт не побоявшийся говорить правду в эпоху тоталитаризма и цензуры а ведь есть еще такие понятия как герой советского союза герой социалистического труда герой нашего времени каждый из нас немного по-своему ответит на этот вопрос для кого-то герой это персонаж древнегреческих мифов побеждающий врагов и чудовищ для кого-то парень не побоявшийся встать на защиту девушки от хулиганов но всех героев несомненно объединяет одно готовность безвозмездно действовать во благо других зачастую в ущерб себе или рискуя собственной жизнью в каждом городе селе или районе найдутся люди достойные называться героями несомненно много их и в новосибирской области в этом сюжете мы расскажем лишь о некоторых из них и узнаем что такое героизм и считают ли они сами себя героями весной 2018 года инспекторы гибдд алексей александров и николай чулпан возвращались домой после патрулирования каргата и увидели что горит жилой дом на улице комсомольской они незамедлительно проследовали к этому дому вызвали медиков и пожарных отключили газ но времени ждать помощи не было нужно было спасать людей зайдя в ограду из дома видно было что веранда уже горит через дверь и пройти невозможно и сбоку от веранда с левой стороны находилось окно смотрели в окошко увидели детей но и как бы вот принято решение что надо вытаскивать разбили окно начали вытаскивать детей женщину же из мамы их брали на безопасное расстояние за ограду вынесли там соседи тут же подъехали спасатель пожирный в принципе вы все все быстро пошло рассказывать особо нечего то есть я выхожу на веранду открывая дверь там уже все полыхает но я как бы дверь закрывать думаю может я не успею спасти детей если я буду дверь открывать на грани но сейчас накину и буду выбивать это окно тут услышала что мне выбивают уже в детское окно и закричали идите сюда быстрее и в чем вот мы были ну как по дому хотели сейчас начало маленького ребенка принимал алексеев потом я старшего ребенка потом я закричала выключите газ я еще в доме было а потом и меня вот чтобы николай я знаю уже более десятки лет в рядах полиции он 2006 года за данный период времени чупан николай зарекомендовал себя с очень положительной стороны как от граждан так и от сотрудников полиции на него жалоб не поступало дома он примерный семьянин у него трое детей александров алексей в органах внутренних дел 2005 года за этот период времени отношения алексея приходили только одни благодарности службе он всегда опрятен исполнителем добросовестно выполняет свои служебные обязанности в быту это достаточно общительный веселый человек с которым можно легко провести свободное от работы времени зависимости можно съездить и на рыбалку и на охоту с ним никогда не будет скучно отважным парням уже объявлена благодарность межмуниципального отдела министерства внутренних дел каргатский но для алексея и николая главное не грамоты и медали а слова благодарности спасенных людей страхов больших каких-то шибких страхов не было было как-то сомневаться сомневаться каких-то сомнений больших не было что-то кто подумать надо было там ситуация такая не ждет высших долгих раздумий героями себя не чувствую было намного хуже в душе если бы туда не пошли да виктор михайлович и мария петровна гудовец из села маршанское каргатского района вырастили пятерых своих детей а в 2005 году решили взять в свою семью и приемных детей сегодня семья гудовец воспитывает уже восемь детей из детского дома страшно было даже у личинка взяла ребятишек двоих она и думаю поеду я посмотрю поехала пчелы а они все узнаете около окон не самой страшно потом уже они мне рассказывают толик с анжелкой будет а мы думаем кому же повезет кого на того нас заберут отсюда хоть и хорошо хоть и кормят их там они хотят сидеть и в семье жить первые дни я стеснялся потому что первый раз оказался здесь как-то еще не освоился а потом уже постепенно начал понемногу осваиваться и уже привык хозяйство у марии петровны немалое есть и утки и куры свиньи бычок и даже целое семейство кроликов большой огород и сад где она трудится вместе с детьми ну ребятишки помогает когда огрызается конечно если не в экран а так помогает вот отец у нас месяц в больнице лежал они целый месяц и свиньи у нас и телята у нас это не тяжело просто надо наблюдать сидеть по времени сколько раз подкинуть он уже ему сказал он уже в это в это а это все кролика входит ворчит не буду не буду сегодня кто кости управляется по психует по психует пойдет управляется для проживания созданы все условия большой стол за которым собирается вся семья в спальне удобная мебель просторная прихожая кухня но дело как говорится не в обстановке а в атмосфере здесь ребята чувствуют себя защищенными и нужными и хотя все они такие разные по характеру но объединяет их одно любовь к маме в общем люблю свою маму она не ругается добрая но строго но не очень строго но не очень тогда буду строго снежана и катя даже не умели читать несмотря на то что в детском доме были переведены во второй класс и только благодаря терпению и любви марии петровны девочки быстро догнали сверстников развитии и приносит теперь домой хорошие оценки уроки делать они садятся сразу ну как пришли они попили чай или поели они сразу не заставляешь как говорится других детей надо спинка заставить по русски то эти сразу садятся уроки делают конечно мария петровна сама себя не считает героем несмотря на то что их семья является самой многочисленной в районе она просто ежедневно вкладывает свой труд и душу в воспитание любимых детей но сами дети несколько другого мнения о маме я хочу поблагодарить маму что она вырастила много больших я тоже считаю маму героем потому что мама вырастила много приемных детей всех их любила и воспитывала хорошо они знаете еще когда их много они лучше растут чем один единственный ребенок в семье и все дети не знаешь свой ли чужой он приемный будут какие они вырастут может и одного родители ростит роста дано какой он вырастет а в семье они все равно дети вот когда много детей в семье они друг за другом следят ну как в смысле помогают друг другу николай акимович моисеенко хорошо известен многим жителям куйбышева и куйбышевского района 1 марта 2019 года он отмечает свой вековой юбилей многое повидал николай акимович на своем жизненном пути 30 июня 1941 года он окончил второй курс медицинского института а 9 июля уже пришла повестка на фронт уже строилась колонда я зарегистрировался меня тоже пристроили и прямо на вокзал там уже заканчивалось формирование эшелона из теплушек таких же призывников как я где-то минут на через 30 щелкнули буфера вагонов дернулся состав шук-шук-шук-шук тогда паровозами водили эшелоны и покатили бы на запад настолько была большая скорость неслись прямо можно сказать стремительно мы на на запад пролетали через станции полустанки паровоз только подавал тревожные сигналы 16 июля эшелон прибыл в рыбинск николай акимович сразу же был зачислен медработником в 908 стрелковый полк и начались тяжелые бои когда приходилось отступать когда постоянно поступали раненые и не было даже возможности передохнуть несмотря на то что официально николай считался начальником аптеки фактически вся тяжесть легла на него особенно сложно было в первые годы войны когда наши армии несли большие потери вот так наша была двадцать девятая армия и нашу армию разгромили немцы значит в начале 42 года загнали значит все наши дивизии в леса где-то там дремучий около города белый туда часть попала партизанских отрядов остатки до 2 русских кавалеристов всех там перебили там 1200 или 300 полегло наших людей так они не захоронены остались сейчас там поисковые отряды ищут эти медальончики с этими с адресами погибших чтобы сообщать родственникам где погиб их близкий человек в семейном архиве фронтового медика хранятся уникальные документы дошедшие до наших дней со времен тех страшных событий бумага пожелтела но слова молодого солдата столкнувшегося с суровыми фронтовыми буднями даже сейчас позволяют увидеть ужасы войны от первого лица семейные реликвии это письма которые отец присылал с фронта своим родителям значит очень интересное очень интересный документ который мы будем передавать в свою честь свои поколения да это вот этот дневник дневник такого карманного формата который можно было хранить который может было прятать от глаз чужих поскольку то что написано вот этих письмах это письмах пишется одно что я жив что я здоров конечно для родителей это было самое главное то что здесь написано это второстепенно что я накормлен что я одетый что я самое главное для бы для них было получить вот эту весточку с фронта что я живой я живой а вот в этом дневнике в этом дневнике который отец вел до 43 года это писал 21 летний парень тут буквально по следам событий вот день проходит проходит день проходит вот этот мясорубка и все что он видел он тут же фиксировал здесь стоят даты здесь стоят какое число какой год какой какой месяц какой месяц это все было фиксировано буквально по итогам только прошедшего дня и если здесь все хорошо здесь все замечательно то в этом блокноте буквально кровавые события эпиграфы кстати написано в те времена слова анны ахматовой здесь написано и мы узнали навсегда что кровью пахнет только кровь вот я в батальоне и бел книжечку записывал количество раненых и больных которые каждый день я значит отправлял полковой медпункт докладывал так нам не разрешали вести на передовой никакие документы понимаете я на свой страх и риск такую на какой-то бросовой бумаге сделал и и я тебе эти записи вел вот рассказать то как и где бы воевали нельзя было нам не не особенно разрешалось переписку так выдавать что к чему какой дивидии где находишься и так далее вот и я записывал только для себя не было у меня возможности по-другому когда я был на передовой так что только по памяти могу рассказать небольшой фрагмент из фронтовой жизни я зачитаю буквально половину страницы этого этого дневника 22 августа полк ступил в бой поступают непрерывно раненые вокруг рвутся мины воробьев и криворогов ушли санитарами на поле боя а раненые переполнили пмп накладываю повязки останавливаю кровотечение жгуты шинирую помещений для раненых нет а поэтому заполнили почти весь лес около пмп сгустились сумерки бой не много утих раненых на пмп около 400 человек николай акимович прошел всю войну в составе 246 дивизии возвращая в строй раненых соотечественников его дивизия воевала на шести фронтах защищая родину и на дальних подступах к москве и на ржевском направлении после разгрома немцев на курской дуге он принял участие в освобождении белоруссии польши чехословакии свой боевой путь он закончил в 1946 году в праге в составе четвертого украинского фронта за доблесть проявленная на фронте николай акимович удостоен медалями за боевые заслуги за победу над германией орденом красной звезды и даже персональной благодарностью от сталина это было сорок втором году редко награждали тогда потому что мы несли все время значит неудачи поражения поэтому моя медаль за боевые заслуги и дает номер восемьдесят тысяч восемьдесят тысяч в сорок третьем году у кого-то я смотрел уже больше трех миллионов было уже более щедро награждали после войны николай акимович вернулся в новосибирск на третий курс медицинского института по окончании которого он был назначен главным врачом куйбышевской больницы за свою 37-летнюю трудовую деятельность николай акимович добился очень многого в развитии куйбышевского здравоохранения а после выхода на пенсию он продолжил преподавать в медицинском училище за развитие здравоохранения 1968 году николай акимович моисеенко награжден орденом ленина а в 2002 году ему было присвоено звание почетный гражданин города куйбышева но как истинный патриот он смеется когда слышит вопрос о том считает ли он сам себя героем нет не считают не считают я просто был нормальным рядовым тружеником между прочим интересным все таки я со студенческой скамьи комсомоле был активистом таким очень и между прочим вот когда попал вот это под обстрел с ранеными и когда мы это самое бы перегвали из окон вот в этой обстановке я решение принимал я сейчас сам удивляюсь что я был очень в этом отношении грамотный и как патриот поступил там легко было руки поднять и сдаться в плен а у меня значит я сумел принять решение и люди оценили меня в далеком 1978 году первым секретарем райкома партии болотненского района был назначен николай демьянович бурдыка тогда ему было 48 лет но за плечами уже имелся большой багаж знаний и опыта работы в соседних районах новосибирской области болот на я приехал из звенского района где работал 10 лет первым секретарем райкома партии там прошла конференция уже избрали меня первым секретарем ноябре 78 года и тут вызывает меня в областной комитет партии так что вот желательно было бы вас использовать на работе в волотнинском районе так здесь так получилось что первому секретарю высказали недоверие ну и вот 12 декабря 78 года меня провезли сюда волотнинский район на конференцию и я был избран первым секретарем как раз сразу был не освобожден и в звенске и шуткой называл что я первый секретарь двух районов так причина перевода николая демьяновича на руководство болотнинским районом достаточно прагматично хозяйство болотнинского района в те времена имели сравнительно низкие экономические показатели поэтому прибыв на место николай демьянович сразу начал действовать 10 лет я работал в звенске какие-то положительные моменты у нас были по сельскому хозяйству строительству благоустройству вопросы развития промышленных предприятий переработки сельского хозяйства у нас получилось так что звенский район стал занимать классные места а в болотном как раз эти вопросы не решались ну и вот мы начали с подбора кадров кого-то пришлось пригласить из вне на строительство управления сельского хозяйства кого-то здесь подобрать получилось у нас хорошая такая работоспособная команда и мы составили план мероприятий развития болотинского района это и механизации животноводческих помещений строительство мастерских это и развитие строительство животноводческих помещений с полной комплексной механизацией мы раскорчевка занимались придорожные полосы выравнивали поля так и урожайность повысилась так и продуктивность скота повысилась сдаточный вес крупно рогатого скота и свиней на мясо комбинат так хозяйство вышли на прибыльное ведение так получали прибыль неплохую так строились школы 9 школ было построено детских садов определенное количество дорог большое количество было построено но не только экономика района стала укрепляться благодаря работе новой команды руководителей большое внимание николай демьянович уделял и развитию спорта и культуры построена более десятка стадионов детская спортивная школа и районный дом культуры кстати памятник погибшим землякам болотнинцам который был торжественно открыт в 1985 году в городском парке это тоже заслуга николая демьяновича именно ему выпала честь первому зажечь вечный огонь вообще николай демьянович очень интересная личность не только как руководителя он и творческая личность он активный участник хора ветеранов он постоянный участник наших мероприятий районного культуры также он принимает активное участие жизни нашего города района он входит состав депутатов болотнинского района поэтому я считаю что это достойная личность про которую нужно было рассказать показать всю масштабность этой личности не только как руководитель но и как человека за внешним видом города николай демьянович также трепетно следил дороги покрыли асфальтом посадили много деревьев а в 80-е годы среди жителей города даже устроили конкурс по благоустройству и на протяжении трех лет город болотное становился победителем во всероссийском соревновании по благоустройству с получением красного знамени совета министров рсфср и в цспс у нас в район первый район в области поступил природный газ вот благодаря вот этим стройкам только вот недавно у машкова зашел газ у нас уже сейчас у нас изолинейная часть и бор село бор газ так и карасева газ и боротаевка газ село изолинейная часть по городу все газофицировано выйдя на пенсию николай демьянович стал писателем описать ему есть о чем ведь его жизнь это целая эпоха от восстановления народного хозяйства в послевоенное время до сегодняшних дней книга 10 лет и жизни болотненского района и рукописи николая демьяновича сразу нашли своих читателей для молодого поколения его книги стали как учебник истории родного края а для взрослых страницы воспоминаний тех лет и полезный опыт для руководителей нашего времени мне кажется что николай демьянович сам не считает себя героем он очень скромный человек и но в наших глазах конечно же он герой потому что он свое время вовремя при приехал наш болотницкий район внес неоценимый вклад потому что на тот период как непаханное поле наше было бы наш был болотницкий район необходимо было поднимать колхозы животноводство растеневодство и николай демьянович внес неоценимый вклад во все это он умел это все организовать поднять можно сказать с колен наш болотницкий район ну как я могу считать себя героем я участник большой я сказал создали команду у нас герои были так это свинарка чебулинского совхоза герой так это механизатор лебяжьем совхозе это герой так вот наши списки мы мы сделали вот они вот это тоже вот работа наша так я в этом участвую вот вот это все люди которые работали болотнинском районе и получили награды так я сказал я награду не получил так но я получил звание почетный житель болотнинского района и я этим горжусь так герой труженики которые создавались у нас так и самотокин кости так и михаил дякин так и братья бузовы так это и с каждым они 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 вот здесь все описаны так они делали так это комсомольская организация так это вот наши партийные руководители на местах большая армия это руководители колхозов совхозов так вот это герои были я рад что с этими людьми болотнинском районе на последнем этапе трудовой деятельности повстречался так всего в 15 километрах от столицы сибири находится небольшой город под скромным названием обь но его значение для новосибирской области нельзя переоценить все его знают как воздушную гавань западной сибири ведь на его территории располагается крупный аэропорт для кого-то это большой транспортный узел ведь здесь проходят автомобильные трассы регионального значения а также транссибирская магистраль славится город обь и своим музеем боевой славы воинов-интернационалистов об этом музее и о тех героях участниках боевых действий которые создали этот музей и пойдет речь дальше ну как бы каждый внес большой вклад в развитие этого музея до отец у меня получает сергей антен председатель организации общественной вот ну и возглавляет ее чуть ли не самого основания вот константин ваганов он у нас такой один из самых молодых членов организации вот он такой как сказать очень скромный тихий реально как человек загадка какой-то я на самом деле ну достаточно много его знаю но то же время много о нем не знаю да вот виталий скрипкин получается ветеран боевых действий в чечне тоже очень надежный человек то есть постоянно он и дружинник у нас народную дружину возглавляет в городе вот виктор обросов это вертолетчик боевой то есть он еще ну не просто как ветеран боевых действий нашли такая творческая личность он фотограф очень много фотографировал когда летал на вертолете вот в музее хранить хранится альбом с его фотографиями вот тоже можно посмотреть сергей иванович теунов возглавляет общественную организацию ветеранов афганистана города аби в 2004 году пришла идея создания музея посвященного участникам современных военных конфликтов сначала музей располагался в подвальном помещении и там начали по крупицам создавать экспозицию в музей стали приходить дети но поскольку подвальное помещение не соответствовало нормам администрация города в 2011 году выделила помещение в дк крылья сибири сергей иванович сам служил в афганистане в седьмой роте вместе с такими героями россии как сергей амосов но хидин гаджиев георгий демченко со временем некоторые детали в фронтовой жизни конечно забываются но если ты участвовал настоящей войне такое забыть невозможно страшно ну когда если в атаку на тебя идут но немножко да есть страх когда вот а когда ты видишь что враг отступает уже есть какая-то знаете кричать ура ходу и кричали ура шли в атаку поэтому то есть страх да когда но он проходил он проходящий потому что даже в любой драке наверно когда начинаешь что-то страшно вдруг враг сильнее а когда ты видишь что ты можешь и враг отступает тогда уже другие чувства всякие на войне и страх и гордость и радость и горечь потери это все там было экспозиция музея изначально была посвящена войне в афганистане но в 2012 году в музей зашел парень который принимал участие в боевых действиях на северном кавказе сейчас виталий викторович скрипкин один из команды энтузиастов музея с его подачи фонд музея стал расширяться предметами имеющими отношение к войне в чеченской республике 1 да конечно это был саму такой непонятно это первый бой потому что то есть молодые пацаны не обстреляны не ну как молодые то есть мы то отслужили уже почти по год с лишним то есть но войну то никто не видел только понаслышкой у кого друзья приходили с первой чеченской с афганистана но первый бой что непонятно было кого-то стреляется бьет ну здесь у меня только одна наиболее дорогая награда то есть за взятие тирского хребта я получил какую командир установки получил награду медаль за отвагу все мне тогда вручали уже в погранцах служил комендант сказал уважаю горит это единственная награда оставшись с великой отечественной войны вслед за чеченской экспозиции в музее стали появляться экспонаты имеющие отношение к великой отечественной войне но и на этом планы команды ветеранов не заканчиваются первый раз музей пришел это пять лет назад на тот момент у нас было всего три экспозиции афганистан основная зачинщик сергей иванович после этого у нас появилась экспозиция чечне соответственно эта экспозиция потянула собой экспозицию о великой отечественной войне писать уже после сюда переехали в годовщину ввода наших подразделений в сирию мы сделали экспозицию по сирии сейчас она у нас занимает почти самое большее место вообще по подсчетам константина валерьевича наши сограждане участвовали в 52 вооруженных конфликтах как на территории страны так и за ее рубежами например в мозамбике в анголе или в бирме и своей основной задачей константин видит освещение этих малоизвестных военных операций но у нас планы хотелось бы еще с позицию сделать по гражданской войне как бы она закономерно получается что у нас есть экспозиция по великой отечественной по афганским событиям чечня сейчас сирия вот и хотелось бы сделать еще экспозицию по гражданской войне первой мировой войне ну и в целом небольшую экспозицию вообще об участии наших военнослужащих локальных конфликтах и различных военных операциях периода советского союза как я уже говорил об этих 52 конфликтах хотя бы чтобы люди знали что есть такая цифра в которых участвовали наши военнослужащие летчик или фотограф нельзя однозначно сказать какое из этих определений больше всего подходит виктору егоровичу обросову управлявшему вертолетом во время боевых действий в афганистане он одновременно и военный летчик и автор многих уникальных фотографий которые до сих пор хранятся в музейном альбоме самое яркое что мне запомнилось примите это был самый первый боевой вылет он у меня так и остался в памяти наверное на всю жизнь его хорошо помню шла по ущелью колонна на нее напали душманы ну и попроще естественно попросили помощь у нас вертолетчиков мы прилетели оказали огневую поддержку красными дымами нам обозначили где раненые нам нужно было подсесть и забрать их но там все делается так очень быстро это просто сейчас уже рассказывается как-то медленно с чувством с расстановкой и вот когда мы сели где было обозначено красными дымами никого нету я командирую никого нету поворачиваюсь уже два раненых уже лежат на полу их затолкали и тут шла как говорится работа на секунды я командиру уходим потому что долго нельзя но что душманов мы не всех выбили только взлетели полу сколько полторы две секунды и на том месте где мы только что были раздал раздался очень сильный взрыв то есть мы успели по нам выстрелили ему успели улететь с этого места и вот когда вернулись на базу раненых на века приемник определили и были уже на базе на стоянке и вот когда вышли с вертолета мы тогда только почувствовали какие мы мокрые понимаете вот за какие-то там 45 минут мы потеряли в весе более трех килограммов многие жители города обь и близлежащих населенных пунктов по достоинству оценили усилия дружной команды ветеранов в музей регулярно приходят и дети и взрослые проводятся уроки мужества встречи с ветеранами дети своими руками собирают модели военной техники все это несомненно оказывает заметное влияние на патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения я считаю этих людей героями потому что во первых они защищали родину по факту да то есть прошли горячие точки а также продолжают хранить историю рассказывать подрастающему поколению но и также воспитывать подрастающее поколение то есть эти люди прошли школу жизни и нам есть всегда чему в них поучиться нет я себе героем не считаю я считаю обычным рядовым офицером себя и считаю я вот своего деда я его не видел понимаете я родился через десять лет после того как он погиб а он служил понимаете разведки и вот я его считаю что вот он каждый выход в тыл врага он совершал можно сказать геройский поступок может быть и я в тех тех условиях жизни наверное также поступал может быть и но я думаю бы я не опозорил своих родственников которые прошли войну кто-то дожил до конца кто-то не дожил вот те я перед ними перед всеми ветеранами войны которые непосредственно участвовали в боевых действиях как мой дед ходил через линию фронта и постоянно рисковал жизнью вот это я считаю что там они были герои нет героем я себя не считаю я как сказать исполнил свой долг как говорится родине герои это наши деды которые отстояли нашу свободу грубо говоря мы только ее поддерживаем каждый по-своему то есть каждый вносит свой клав вклад по своим а нет не герой простой человек я считаю что мы все русские ребята мы не герой мы просто русские ребята этим все сказано а герой не герой это судить уже там другим мы просто те люди которые делают свою работу живут просто воспитывают детей выполняет свой долг воинский дам у нас ушло время тому же об этом как-то стараемся забыть но не забывается этот раз у сирийская война мы же оцениваем это все и думаю ребята же погибали они вызывали огонь на себя и они не думали в герою не герой он просто выполнял свой долг он русский человек вот этим все сказано да этим многое сказано оглянитесь вокруг ведь рядом с каждым из нас есть такие же люди которые никогда не назовут себя героями но судьба каждого из них полна поступков которые достойны называться героическими вот здесь все вот 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 вот